Вот здесь как раз отношение, тема отличается, что отношение ведет к столкновению, может вести. Взаимодействие не может вести к столкновению. По простой причине, потому что это внутреннее, это в тебе. Это в каждом из партнеров происходит взаимодействие. Входящие и принимающие стихии, которые только в паре существуют, в гармонии. Так как входящая это мужская половая стихия, а женская принимающая. И если эта гармония в семье наступает, то у них тогда взаимодействие идет на высоком уровне. А если женщина, как вы говорите, подстреливающая, что с ней значит, надо расставаться, или как-то ей надо изменяться, или мужчине, что это значит? А, ты имеешь в виду, что как от этого уйти? Я сказал, промолчать. Промолчать. А если, например, это не помогает, то тогда надо, ну, что называется, менять девочек. Почему? Потому что нельзя жить под давлением в силу того, что кастрация для мужчины, это, как бы сказать, нарушение его физиологического, гармоничного такого состояния. И это на здоровье отражается, и так далее. Менять тогда надо. Потому что брак же это серьезная вещь, которая предполагает пару. А если один выделяется в браке, да, и себя соотносит с другим, значит, он не понимает, куда он попал. Он тогда не в пару собирался, видимо, а в противостояние какое-то, с каким-то интересом, с расчетом, но это не годится. Пара – это только пара, она в единстве должна находиться. И женщина должна знать свое место. Это всегда власть. От нее исходит власть. Значит, если она этой властью злоупотребляет, так, то тогда она кастрирует мужское пепло. И, значит, мужчина должен принимать какие-то абсолютно неры, которые бы препятствовали этому. Ну, а первый признак, вот когда мужчина, какие признаки? Что женщина стала кастрирующая, да, это? Да не она кастрирующая. Дело в том, что она сама по себе, и он сам по себе. Здесь эффект кастрации независимо от, ну, как тебе скажете, от состояния каждого. Просто нельзя допускать это состояние, ни ей, ни ему. Иначе она фактически лишает себя главного, либидо лишает, которая входящая в стихии от мужчины. То есть он рано или поздно от него и уходит, получается. Дело в том, что он может и не уходить. Он же есть тип мужчины феминный, который стремится к кастрации. Это ничего не значит. Но они же оба должны понимать, что это грозит нарушением их взаимодействия. Я про это имею в виду. Половое отношение будет нарушаться. Значит, тогда оба же должны заинтересованы в реализации либидо. Не один, не она и не он отдельно. Здесь оба должны заинтересованы. То есть, в гармоничном, гармоничном. Да, чтобы пару сохранить для взаимодействия. Потому что во взаимодействии только пара существует. Один взаимодействовать не может в половом смысле. Потому что он же из отношений же выходит. Половых взаимодействий своему. И она также к своему взаимодействию приходит, внутреннему взаимодействию. И с половых отношений сможем со своим. Где у входящей стихии, принимающая, в ней начинает взаимодействовать. Это очень полезно для развития интеллекта. Для развития нормальной физиологии и так далее. Потому что физиология же она подтягивается. Она же не отдельно существует. Она же, если есть запрос, она подтягивается. Если нет запроса, она как бы деградирует. И физиология тоже все связана в едином комплексе. Раньше, например, когда брак еще не был таким стабильным, как в девятнадцатом веке, да, допустим, в России. Видимо, прибегали к множеству половых связей, так? И мужчин, и женщин. А это плохо. Почему? Потому что в этом случае женщины всегда берут верх, они кастрируют мужчины. Мужчины становятся безвольными. Они как бы ведутся на поводу своей биологической структуры. Им надо, во-первых, девочек менять из-за того, что либидо исчерпывается. И природа не настраивает мужской биопол на одну самку. Это противоречит природе. Природа подталкивает к множественным связям мужчину. И поэтому здесь нельзя рассчитывать на такой образ жизни. Надо все-таки рассчитывать на то, чтобы прийти к более цивилизованному состоянию. Значит, это брак, это пара, это взаимодействие внутреннее, где социальность как раз обретается только в взаимодействии. Потому что вне взаимодействия обретается ассоциальность. Это садомазоотношения. Это когда мужчина хочет доминировать, женщина хочет доминировать в общественной жизни. Вот возьмите политики. Это как раз садомазохисты все они. Почему? Потому что им не хватает доминирования, если они вот пошли в эту сферу. Потому что сейчас политика, она не гражданская же, так? Значит, надо подавить противника, уничтожить. Такая задача. Гражданская, там другая политика. Ее нет в бесправном сообществе, как наше. Потому что у нас же гарантий нету, а значит, у нас бесправие и безликий закон над гражданами работает. Которая не разбирая, как бы предлагает какие-то версии разные. Законодательство, там, версии уголовного наказания. Законодательство, там, версии уголовного наказания.